Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и сегодня я хочу рассказать вам историю о том, как я дала взятку. Взятка это деньги, обычно деньги или какая-то вещь, которую мы даём или берём, чтобы получить или чтобы сделать что-то. Взятка это коррупция, когда люди дают взятки, берут взятки. Мы говорим, что в стране коррупция, что страна коррумпирована. Взятка это от глагола взять. Мы даём взятку или берём взятку. Я, дорогие друзья, один раз, один единственный раз в жизни давала взятку. Один единственный раз значит только один раз. Я хочу рассказать вам, как это случилось. Если вам нравится моя работа, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Итак, мне было 17 лет, и я была в последнем классе школы. Это одиннадцатый класс, и мы с подругой, с моей лучшей подругой Сашей, решили поехать в Москву. Мы жили в Нижнем Новгороде, и мы решили поехать в Москву в тайне от родителей. В тайне от. Это значит, это секрет. Родители не знали. Втайне от родителей. Мы решили поехать в Москву втайне от родителей. Она сказала, что она будет у меня ночевать. Ночевать значит спать ночью. Я сказала, что я буду у неё, и родители не знали, что мы едем в Москву. Семнадцать лет значит, что мы были ещё несовершеннолетними. Несовершеннолетние значит нам нет ещё восемнадцати, мы ещё не можем делать всё, что могут совершенно летние люди. Совершеннолетний значит легально человек, который может делать всё. Например, пить алкоголь, водить машину, жениться и так далее. Совершеннолетний человек. Мы были несовершеннолетними ещё, и вот мы решили поехать в Москву. Мы купили билеты на поезд. Это был, может быть, ночной поезд. Я думаю, да, мы спали в поезде, я уже не помню. Может быть, это был ночной поезд. Мы приехали в Москву, и мы ещё не знали, где ночевать. Мы не знали, где ночевать. Ночевать значит провести ночь, спать. Мы были такими авантюристками. Мы позвонили в семью моего папы. Я позвонила в семью моего отца. Но тогда у нас были не очень хорошие отношения, контакт. Я сказала, мы в Москве с подругой, нам нужно где-то переночевать, то есть спать. И мне там сказали, нет, это невозможно. Тогда мы начали звонить подругам, друзьям. Мы позвонили одному другу. Он сказал, что он не может, но у него есть подруги, студентки, и, может быть, у них можно переночевать. Но они жили в общежитие. Общежитие. Общежитие – это место, где живут студенты. Общежитие. Если студент учится в городе, где живут его родители, он или она могут жить у родителей. Но если у них нет там квартиры в этом городе, им дают общежитие. Это резиденция для студентов. Общежитие. Днём мы ходили на спектакль, мы гуляли по центру, фотографировались. Было здорово. У нас не было много денег, но мы хорошо погуляли, потому что тогда Москва, да и сейчас это был самый красивый город России. Все хотели побывать в Москве, посетить Москву. Вечером мы пошли в это общежитие, где нас встретили студентки, девушки, подруги нашего друга. Но обычно общежитие – это только для студентов. Кто попало, не может туда заходить. Кто попало – это негативное слово. Это значит люди, которые не должны быть там. Кто попало? Кто попало? Можно сказать куда попало? То есть мы не смотрим куда. Кто попало? Где попало? Когда я захожу в квартиру, я бросаю, я бросаю обувь. Куда попало? Я бросаю обувь куда попало? Значит я не смотрю куда. Кто попало не может жить в общежитии, спать, ночевать. Ночевать в общежитии значит люди, которые не должны быть там. И там, в этом общежитии, большом общежитии был охранник. Охранник. Охранник – это человек, который контролирует, кто заходит, кто выходит. Это охранник. Ну, обычно охранники есть и в магазинах, и в общежитиях, в кинотеатрах. Это человек, который контролирует, чтобы всё было хорошо. И мы попробовали с Сашей зайти в это общежитие, там турникеты. И этот охранник говорит нам, девушки, а вы здесь живёте, вы здесь учитесь? И мы говорим, нет-нет, мы в гости к подругам. Он говорит, нет, извините, вы не можете пройти. Это только для студентов, которые здесь живут. И тогда я, провинциальная девушка, я никогда не давала взятки. Когда я была в школе в Северодвинске, в Нижнем Новгороде, мы никогда не давали взятки. Но тут я подумала, а в Москве, наверное, все дают взятки друг другу. И у меня было, может быть, 100 рублей, 200 рублей. Я говорю, а, я знаю, что нужно сделать. Я это говорю очень громко. Я говорю, а, я поняла. Я даю ему 100 рублей. Он берёт эти деньги, но он очень удивился, что я так громко это говорю. Он, тихо-тихо, девушки, тихо, не кричите так, проходите. И мы прошли, и мы смогли переночевать в этом общежитии. Я дала взятку охраннику, чтобы он нас пропустил. Вот такая история, дорогие друзья. Это один единственный раз в жизни, когда я дала взятку. Напишите, пожалуйста, если не боитесь, когда вы, может быть, путешествовали в странах, где дают, берут взятки. Или вы живёте в стране, где дают взятки. Был ли у вас опыт, когда вы дали взятку? Вот у меня такой опыт. Я дала взятку охраннику в общежитии. Если вам нравится этот формат, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Очень важно для меня, что вы думаете об этой истории. Как вы думаете, я должна сесть в тюрьму за эту взятку? Тюрьма – это место для людей, которые сделали что-то плохое, которые не могут выйти оттуда. Сесть в тюрьму, садиться, сесть в тюрьму – это когда мы сделали что-то плохое, и мы должны там быть. И также смотрите у меня на сайте упражнения на перевод, бесплатные подкасты, а также подкасты каждые пять дней в моём клубе «Русская дача». До скорого! Пока-пока!